Ярким событием в культурной жизни Славянского района стал фестиваль национальных культур «Венок дружбы». Главная цель праздника – пропаганда национального искусства, воспитания, уважения культуре и традициям разных народов, населяющих Кубань. На этот раз ставший уже традиционным фестиваль «Венок дружбы» прошел в сельском доме культуры Протокске. С подробностями Надежда Неткачева и Александр Косицын. Славянский район не зря называют многонациональным. Здесь испокон веков живут люди более 50 национальностей. Русские, немцы, татары, украинцы, белорусы, армяне, народы Дагестана и многие другие. Но это ничуть не мешает всем мирно жить, понимать друг друга, учиться и трудиться на благообщей родине – России. В сельском доме культуры Протокске развернулась масштабная выставка, где поселения Славянского района презентовали культуру народов, представители которых проживают на их территории. Показали все разнообразие национального колорита – от самобытных костюмов до оригинальных блюд. Все предметы старины, представленные на фестивале, вызывали неподдельный интерес у гостей праздника, напоминали о традициях нашего культурного прошлого. Именно здесь перед каждым зрителем открылась возможность прикоснуться к истории быта родного края, познакомиться с традициями и обрядами людей разных национальностей. Решили в этом году немножко изменить стиль проведения и провести его на базе нашего дома культуры в Протокском поселении. И я считаю, что, наверное, я сейчас смотрю на все это и понимаю, что решение было правильным, потому что мы оказались ближе к людям. Ведь потомственные казаки живут в нашей земле, столько национальностей ведь тоже не только в городе, и в поселении. Поэтому я считаю, что вот это нужно, эту традицию взять на вооружение и на следующий год провести в каком-то другом поселении. На празднике зрителям были представлены элементы быта, народные костюмы, предметы прикладного искусства. Многие из них уникальны, их почитают в семьях, как настоящие реликвии и передают из поколения в поколение. Так представители армянского общества с традиционным гостеприимством угощали всех желающих блюдами армянской кухни. Общество организовано в 1990 году, уже 25 лет. У нас есть школа танцев, национальных танцев. У нас есть воскресенье школы. Мы занимаемся в основном культурой, воспитанием нашей традиции. Дружба народов крепкая, армянско-русская дружба крепкая. И мне кажется, это надолго. Трудимся ради себя и ради нашей страны. Проходя по фойе сельского дома культуры, словно попадаешь в разные уголки нашего мира. Так, например, жители Коржевского сельского поселения показали весь колорит национальной культуры Татарстана. Блюда национальной кухни – чак-чак, баурсаки, кыстыбай, работы местных рукодельниц. У нас в хуторе Коржевском проживает 20 татар. Но они живут очень давно. Некоторые люди, которые являются татарами, мы только недавно узнали. Поэтому никакой разницы между нами нет. Мы общаемся наравне. А вот анастасиевцы воссоздали прямо в холле дома культуры настоящую казачью хату. Все у нас домашнее, приготовлено, на столе накрыто. Хозяин и хозяйка встречают гостей, рассказывают, как жили раньше наши предки, чем занимались, что готовили с кубанской кухни. Какие у них самобытные изделия. Все вышито, украшено. Зеркало этнографическое, которому более 120 лет. Кубанская кухня – это пампушки, рулька, борщ, конечно, галушки. Все представлено в нашем виде. Фестиваль национальных культур продолжился в концертном зале, где всех участников и гостей приветствовал председатель районного совета Григорий Литовко. И вот сегодня, пройдя по залу, мы увидели, в каждом народе есть своя изюминка. В той же кухне, в тех же нарядах, в том же колорите жизни и что-то особенное. Но самое главное – это душа, наверное, это, наверное, толерантность к любой национальности. Мы терпеливы. И так оно сложилось на Руси. И я уверен, что так и будет и в России, и на территории нашего района. На сцене зрители увидели представление семей разных национальностей. Ведь каждая семья – это своя судьба и своя история. Вот и гости смогли узнать, какие обычаи и традиции живут в национальных семьях, как и какие праздники принято отмечать всей семьёй. Так русскую народную культуру представили потомственные казаки из семьи Черненко. Традиции любого народа – любить старших, оберегать, почитать своих детей, любить, наставлять на что-то хорошее. И всё. Все традиции, они пожизненные. Зрители по достоинству оценили народные танцы и зажигательные песни. Наши земляки – люди разных национальностей. Но всех объединяет любовь к родному краю. И никто не мешает им петь общие песни, вводить общие хороводы, отмечать общие праздники. И прошедший фестиваль – тому доказательство. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События».